МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Выход на цель. Сотрудники СОБРа и ОМОНа вернулись с полевых тренировок. Бронепоезд Победы. Рязанский экипаж Волги поздравил ветерана Великой Отечественной. Под залпами салюта футбольный клуб Рязань не устоял перед одним из лидеров переходного турнира. Сотрудники СОБРа Калаврата и ОМОНа Вятич, управления Росгвардии по Рязанской области, вернулись из полевого выхода. В течение недели сотрудники подразделения совершенствовали навыки и умения, необходимые им в служебной боевой деятельности. Слаженность действий и работа в парах – основная задача полевого выхода спецов Росгвардии. В этот раз формат был необычный. Два подразделения – ОМОН и СОБР – выступали в смешанных боевых порядках. Отрабатывали вопросы взаимодействия между сотрудниками подразделения, а также с подобными подразделениями, то есть непосредственно с подразделением ОМОН, для того, чтобы в дальнейшем выполнять поставленные задачи в зоне СВО. А начали они с места в карьер – с 35-километрового марш-броска по пересеченной местности. Этот элемент утяжелели через боевое слаживание. Параллельно выполняли задачи по ориентированию на местности и движению по азимутам. Особое внимание уделили совместной разведке, а также поиску и обнаружению преступников в условиях лесистой и сельской местности. Отрабатывались вопросы топографии, тактика специальной подготовки, и полевой выход у нас заканчивается, как всегда, тактика специального занятия. Заключается уже непосредственно проверка умения подразделения выполнить боевую задачу, где мы не отрабатываем учебные вопросы, а выполняем задачи сразу в целом. Практическое занятие по инженерно-саперной подготовке, медицинской и тактико-специальной, подфинал – огневой рубеж. Стрельба из различных видов вооружения, в том числе и в условиях недостаточной видимости. Командиры отрядов считают, что бойцы с задачей справились. Теперь нужно все отточить до автоматизма, чтобы быть готовым к любой нештатной ситуации. Тем временем Министерство обороны России заявило, что четыре наших бронепоезда, действующие в зоне СВО, отразили все атаки диверсионных групп ВСУ. Кстати, совсем недавно экипаж одного из таких бронепоездов отправился на подконтрольную территорию прямиком из Рязани. Минобороны показало, как ребята поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной. Мы предназначены для технической разведки, разминированию и восстановлению железнодорожных путей, сопровождению воинских эшелонов, ну и другие задачи, в ходе которой возникают специальные военные операции. Командир бронепоезда «Волга» рассказывает Льву Калинину о целях и задачах ВСУ, стоящих перед подразделением. Число и калибр оружия не раскрывают, впрочем, ветеран Великой Отечественной, артиллерист, в прошлом все прекрасно понимает. Лев Александрович в далеком 42-м руководил минометным взводом. Потом был ранен, в 20 лет получил орден Красной Звезды. Победу встретил в госпитале. Но и тогда, и сейчас к врагу у него отношение особое. Рассказали мне от начала до конца, где один, где другой, для какой цели. Вот, вооружение, боеприпасы. Я спросил, как дело, если без твотик появится. Ну, это будет уничтожено. Все хорошо. Хорошо. У них еще достатки. Вот. От повара до уничтожения негодяев всяких, которые ругаются на нашей территории. Вот. Диверсию совершают. И этих гадов надо перебить как можно больше. И как можно быстрее. Эта поездка в полностью автономном комплексе для него первая в жизни. Но парней, которые выстроились для его чествования, называют по-свойски. Ребята. Смирная. Здорово, Сидина. Уважаемый Лев Александрович, разрешите от спецпоезда «Волга» поздравить вас с Днем Победы. Пожалуйста. Решите вручить вам награду 170 лет железнодорожных войск. Спасибо вам. Больших успехов на ваши поприще по защите рубежей нашей Руины. Ура! 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 Спасибо, ребята. В составе экипажа бронепоезда «Волга» рязанские спецы, которых в апреле провожало все руководство города. Задачи были понятны тогда, понятны и сейчас. Но помимо, собственно, технических, теперь добавились и боевые. Отражение атак, диверсионных групп противника. И с этим вызовом парни справились. Минобороны уже заявило, что все подобные инциденты завершились в пользу личного состава «Волги». Которому, кстати, Лев Александрович, по его собственным словам, обязательно бы присоединился. Если бы позволяло здоровье. А вот возраст, ветерану уже 99, для защиты Родины значения не имеет. В Милославском районе взрывотехники ОМОН и Росгвардии обследовали боеприпас времен Великой Отечественной войны. Его в огороде нашла местная жительница. Специалисты определили, что это 50-мм минометный выстрел времен Великой Отечественной войны. Опасности он не представлял. Был без взрывателя, но со следами сильной коррозии. Как музейный экспонат, самое то. Впрочем, мину на всякий случай передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В Рязани провели очередной конкурс ЮИТ-это здорово. В соревнованиях приняли участие 20 команд из общеобразовательных организаций города Рязани. Лучшие юные автоинспекторы будут отстаивать честь города на региональных соревнованиях. После всероссийских. Команда готова? Да! На старт! Внимание! Марш! На этой мини-улице перед велосипедистами стоит непростая задача. Проехать по своему маршруту быстрее всех. И, что важнее, правильнее. Не остановился на красный, не подал знак поворота, не спешился. За все эти нарушения команде прилетит штраф. Для школьников, конечно, не денежный, но на итоговом результате скажется. Здесь отрабатываются практически навыки вождения на велосипеде. Ситуация приближена к городской. Ребята здесь на реальном, так скажем, примере показывают свои навыки после изучения теоретических, скажем так, основ правил дорожного движения. Объезжают по соблюдению правил дорожного движения, объезжают по контрольным пунктам. Зачтено! Дальше! Дальше! То есть, объезжают по контрольным пунктам у каждого ребенка свой индивидуальный маршрут для движения. И, соответственно, сотрудники госсоциальной инспекции следят за выполнением, фигурное вождение велосипедистов по правилам дорожного движения это один из этапов рязанского конкурса ЮИД. Это здорово! Сегодня в школе номер 69 проходят городские соревнования юных инспекторов дорожного движения, на которых ребята показывают свое мастерство в фигурном вождении велосипеда, в знании правил дорожного движения, в основах оказания первой медицинской помощи. В конкурсе 20 команд, по одной от школы. В каждой по два мальчика и две девочки. Делятся они по двум возрастам старшие и младшие. Задача простая пройти все этапы лучше всех. Данный конкурс он не заканчивается проведением вот ежегодного этого конкурса. Участники активно привлекаются к проведению всяких флешмобов и даже бывает, что при проведении рейдовых профилактических мероприятий относительно профилактики перехода пешеходами в неположенном месте. Также детей как бы привлекаем. Ну, соответственно, обеспечиваем их безопасность, тем самым увеличиваем правосознание и правовую грамотность самих детей, ну и участников дорожного движения. Победители рязанского конкурса отправятся на региональные соревнования. После всероссийские. Кстати, рязанские команды уже честь города отстаивали. Правда, призовые места не занимали давно. Пока держатся в середине таблицы. Но сейчас ребята готовятся усиленно и рассчитывают только на победу. Уже порядка 740 человек в Рязанской области получили региональные выплаты по рождению детей. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения. Такая мероподдержка семей с детьми появилась по инициативе губернатора Павла Малкова. Напомним, с февраля в области власти единовременно выплачивают при рождении ребенка 20 тысяч рублей, а при рождении первенцев женщин до 25 лет социальной поддержки предоставляется независимо от дохода семьи и при условии, что ребенок родился на территории Рязанской области. Для получения выплаты необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства или в многофункциональный центр в срок не более трех календарных месяцев со дня рождения ребенка. Весна – время, когда природа расцветает, воздух теплеет, а ночами уже поют соловьи. Это ли лучшая атмосфера для того, чтобы влюбиться? А вот что такое любовь, влюбленность и чего в этом термине больше – физиология или психология в нашем следующем сюжете. Проблема отношений чаще всего приводит людей в кабинет психолога или психиатра. Невзаимная любовь или отсутствие общего языка в паре, разобщенность интересов или разочарование в партнере. Вот так самое прекрасное в мире чувство превращается в самый сильный страх или травму. Любовь ни с психиатрической, ни с какой другой точки, в общем-то, это чувство не страшное. Дело в том, что это, на мой взгляд, это самое прекрасное, что может случиться с человеком. Что-то, что меняет его отношение к себе, к другому человеку, к тому миру, в котором он живет, делая этот мир прекрасным. В практической работе любого психотерапевта, да и психиатра тоже, встречается огромное количество людей от любви пострадавшей. А вот психотерапевтов и психологов больше интересуют такие отношения, которых слово «любовь» безусловно, звучит, и никто как бы не будет открещиваться от этого. Но люди, тем не менее, находятся вместе или по одному в кабинете психотерапевта. К тем проблемам, которые встречались у прошлых поколений, добавились новые. В ногу со временем. Найти спутника или спутницу становится проще через социальные сети и сайты знакомств. А вот найти общий язык напротив. Сейчас у нас век социальных сетей и народ просто туда с головой окунулся, в одноклассники, ВКонтакте, там все прочее. Появилась возможность разорвать географию. Раньше я встречался только с теми, кто в моей деревне живет, а в деревне провели интернет. И теперь я могу знакомиться с любыми, с любой точки. Более того, если переходить к дежитализации отношений, я же могу создать какой-то аватар, который мало имеет ко мне отношения. Легкость такого общения, по мнению специалистов, снижает ценность взаимоотношений. Но адекватность, к которой психологи призывают стремиться в паре, доступна не всем. При ее достижении в отношениях оба любящих человека получают исключительно бонусы и никаких страданий, чего и специалисты-медики и наша телекомпания вам желают. Футболисты Рязани сегодня провели очередной матч переходного турнира второй лиги. Соперником стал набравший ход белгородский салют и подопечным Дмитрия Сережкина пришлось отбиваться практически всю встречу. Матч, набравшим ход локомотива салютом, а белгородцы в предыдущих шести матчах проиграли лишь однажды, подопечные Дмитрия Сережкина начали в боевом составе. Например, вернулся Вячеслав Пурак, а в воротах появился опытный Сергей Правкин. Но гости с первых минут дали понять, что на ничью сегодня они не согласны. И уже на седьмой минуте могли открывать счет. Выручил голкипер, но спустя 12 минут и Правкин был бессилен. Полуудар, полунавес с фланга оказался для него неприятным сюрпризом. На 25-й минуте вратарь Рязани во время навеса застыл в полупозиции и набегающий игрок запустил ему за спину парашют и уже 0-2. На 38-й минуте, правда, прорыв Рязанца-Новичкова гости остановили под ножкой, но судья явного нарушения правил не заметил. Хорошая получилась игра. Ребята молодцы, забили хорошие мячи, то есть многое получалось, что мы задумали. Второй тайм начался для рязанцев с еще одной пробоины. В два паса белгородцы доставили мяч в штрафную, где Сергеев буквально расстрелял Правкина 0-3, а довершил разгром салют на 75-й минуте. В итоге 0-4 крупное поражение хозяев. Соперник достаточно квалифицированный, наказал нас за наши ошибки, которые мы совершали. К сожалению, в первом тайме много брака было именно в развитии в середине поля. Из-за этого соперник нас ловил, но и в реализации, конечно, на хорошем уровне у соперника. После этого поражения, третьего по счету, кстати, Рязань упала в нижнюю часть таблицы, но плотность по-прежнему здесь высока. Шансы достойно завершить переходной турнир вполне неплохие. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте 3w-город-62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова